Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня я хочу показать вам цветы, которые у меня растут за оградой. Это те цветы, которые могут пережить зиму даже в сибирском регионе с очень холодными морозами. Нынче у нас было минус 35. Вот снег только-только сошел. Я еще ничего здесь не прибирала, но я сейчас вам покажу, что у нас выжило после таких морозов. Ну, в первую очередь, это, конечно, виолы. Виолы, они у меня как ушли под снег в цветах, так и вот сейчас вышли и снова набирают бутоны. Хотя только что, вот вчера-позавчера здесь еще гуляют. Переживают даже сибирские морозы, перетрумы. Вот здесь у меня перетрум букет невестый, трубчатый. Могут пережить наши морозы маргаритки. Маргаритки, если вы посадите накануне осенью, сейчас весной, они порадуют вас яркими-яркими цветами. Так, это вот у нас вдоль забора идет. Так все, маргаритки, маргаритки. Дальше. Вот здесь у меня посреди улицы, у нас тут была куча мусора. Я здесь соорудила импровизированную такую альпийскую горку. Тут тоже есть растения, которым морозы не страшны. Вот гвоздика, травянка. Различные почвокровники. Они все уже вылезли. Вот видите, они все живые. Сейчас я почищу эту горочку скоро, потому что только что снег сошел. Вот, очутки. Прекрасные для альпийских горок. Вот есть такой очуток. Есть вот такой более мясистый, массивный. Видите, какие у них елочки. Они не боятся мороза, они не боятся засухи. Вечно зеленый. А он уходит под снег зеленый и просыпается тоже зеленый. Вот у меня тут два вида очутков, и они друг с другом, как такой контраст, они очень красиво смотрятся. Вот эти бедные растения пережили такую холодную зиму. Так, вот эти овечьи ушки. Они еще, правда, только-только просыпаются. Вот видно, только начинаются. Но они тоже морозоустойчивые. Здесь вот лежит седум. Видите, вот это вот. Седум тоже переносит даже наши морозы. Я всегда его сажу. Тут была гацанья. Гацанья, конечно, погибает. Так, пойдем сейчас на следующую. Ой. Дальше у меня здесь вот тут дороги. Хорошо переживает любой мороз гвоздики. Вот гвоздики китайские, турецкие. Вот сейчас только начнется тепло, и они зацветут. Я вам потом покажу, какая красота. Вот у меня целый ряд туда. Тут опять перетру. Вот только-только вылазит. Вот это как... Больше как он бордюрный, молочай. Вот все эти цветы, которые на улице, конечно, я каждый год не сажу. Я вот посадила одинаковые гвозди. Там вот такие гушки. Потому что территория ничья, она не моя. Просто, чтобы на улицу никто не вываливал мусор, я делаю такие импровизированные клумбочки. Вот она сейчас в июне, в июле вся расцветет. Я вам покажу. У меня цветы с этой стороны. Потом цветы с этой стороны. Вот цветы в палисаднике. Вот переживают морозы. Прекрасно. Видите, вот это у меня этот флоксы. Там вот лезут лилии. Вон там аквилегия. Тут показываются тюльпаны. Все это морозостойкие виды цветов, которые могут садить те, кто сильно занят на работе и кому некогда. Я-то такие цветы сажу просто у меня, потому что в больших объемах и каждый год высаживать нет времени. Вот сейчас вот эту маленькую клумбочку я могу уже не высаживать. Я сейчас ее почищу. Маленькая, чтобы подсохнет. И весной вот этот ряд у меня будут виолы и маргаритки. Будет очень красиво. С этой стороны расцветут виолы и маргаритки. С той стороны расцветут гвоздики, перетру и ротбекия. Вот так я украшаю свой дом цветами. Теми, которые не требуют большого ухода. Мы сейчас все почистим, все это после зимы. И тут будет у нас такой цветущая улица. Все. Надеюсь, те, кто посмотрел, может быть кто-нибудь выберет себе из этих цветов. Это именно те, которые морозоустойчивые. Их можно каждый год не садить. И для занятых и работающих людей это очень удобно. Все. До свидания.